Взаимосвязи растений в сообществе растения могут влиять друг на друга. Растительные сообщества возникают не случайно, они формируются исторически в течение многих тысячелетий. В результате растения различных видов приспосабливаются к совместному существованию. В одно растительное сообщество, как правило, входят растения, различные по своей жизненной форме и биологическим особенностям. Они как бы дополняют друг друга. Часто в растительном сообществе наблюдаются различия по высоте надземных органов растений и по глубине проникновения корней. Так называемая ярусность. Ярусность в растительном сообществе. В сообществах, образованных растениями одной жизненной формы, например, в степях или на лугах, ярусность выражена слабо. Наиболее ярко ярусность выражена в сообществах, которые образованы растениями различных жизненных форм, например, в лесу. В лиственном лесу дубы, липы, березы или другие крупные деревья составляют первый верхний ярус. Рябины и черемухи – второй ярус. Третий ярус представлен кустарниками. Четвертый – травами и папоротниками. И, наконец, пятый – мхи или шайники. Освещённость в лесу падает от яруса к ярусу. В нижних ярусах живут самые теневуносливые растения. Ярусами расположены также и подземные части растений – корни, корневища, клубни, луковицы и т.п. При этом наблюдается как бы обратная, зеркальная ярусность. Глубже всего проникают корни деревьев. Выше находятся корни кустарников. Ещё ближе к поверхности – корни травянистых растений. Верхний слой лесной почвы представляет собой особый ярус – лесную подстилку. Она состоит из опавших листьев, сухих ветвей и других отмерших остатков растений. Подстилка богато населена беспозвоночными микроорганизмами и грибами. В результате их жизнедеятельности происходит разложение отмерших остатков растений и обогащение почвы перегноем. Сезонные изменения в растительном сообществе. В одном сообществе живут, как правило, растения с неодинаковыми ритмами развития. Это определяется климатическими особенностями места обитания и способствует более полному использованию питательных веществ и солнечной энергии. Например, в лесах средней полосы России растет лещина или орешник. Она цветет, когда листья на деревьях еще не раскрылись, и ветер свободно переносит пыльцу с тычиночных цветков на пестичные. Раннее цветение орешника – это приспособление к ветроопылению. Давайте снова рассмотрим в качестве примера лес средней полосы. Деревья, кроны которых расположены над всеми другими растениями леса, как правило, опыляются ветром и цветут еще до распускания листьев. Ветер также разносит плоды и семена большинства деревьев верхнего яруса. Так как под пологом леса почти не бывает сильного ветра, большинство кустарников опыляется насекомыми. По той же самой причине плоды многих кустарников распространяются лесными птицами. Многие птицы с удовольствием кормятся плодами малины, крушины, жимолости и бересклета. Раннее цветение многих травянистых растений – также приспособление к жизни в широколистенном лесу. Почва здесь промерзает заметно меньше, чем на открытых пространствах. Однако после распускания листьев на деревьях и кустарников освещенность в нижнем ярусе становится очень небольшой. Яркие цветы в таких условиях незаметны, а эффективный фотосинтез невозможен. Поэтому многие травянистые широколистенного леса должны успеть отцвести и накопить запас питательных веществ на будущий год еще до того, как распустятся листья у растений верхних ярусов. Сожительство организмов в растительном сообществе. Два вида организмов, обитающих в одном сообществе, могут быть тесно связаны друг с другом, жить в симбиозе. Взаимовыгодное сожительство называется мутуализм. Вы уже знаете, что существует мутуализм между грибами и растениями, между азотфиксирующими бактериями и растениями семейства бобовых. Вообще это явление широко распространено в природе. Вид сожительства, приносящий пользу одному организму, но вредный для другого, обычно называют паразитизмом. Вы уже знакомы с бактериями и грибами-паразитами. Есть они и среди растений. Например, такие растения, как Петров крест и Заразиха, паразитируют, присасываясь к корням других растений с помощью специальных присосок. Они лишены хлорофила и потеряли способность фотосинтезировать. Такие растения, как Погремок Большой, Иван-Дамарья и Амела, тоже паразитируют на других растениях. Однако они имеют зеленую окраску и способны сами образовывать органические вещества. Поэтому такие растения называют полупаразитами. Все растения-паразиты образуют огромное количество семян. Шанс каждого семени найти растения хозяина и прорасти очень небольшой. Поэтому для выживания вида растения-паразита семян необходимо очень много. Смена растительных сообществ. Каждое растительное сообщество находится в непрерывном развитии. Для него, как и для живого организма, можно выделить периоды зарождения, расцвета и старости. Процессы, происходящие в жизнедеятельности растительного сообщества, могут привести к смене одного сообщества другим. Естественная смена сообществ может быть вызвана изменениями в климате, составе или структуре почв, а также в жизнедеятельности самих растений. Под влиянием всех этих причин одни виды в сообществе могут появляться, а другие исчезать. Так, при постепенном зарастании озера на его месте образуется болото. При высыхании болота на нем начинают расти деревья и кустарники. Болотная растительность постепенно сменяется лесной. В лесных сообществах также могут происходить подобные изменения. Так, в березовом лесу, в нижнем ярусе, прекрасно растут теневыносливые ели. Идут годы. Ель вырастает и занимает верхний ярус леса. Старые березы гибнут, а молодые просто не могут выжить. Для них недостаточно света под густыми еловыми кронами. Со временем происходит смена растительности и в нижнем ярусе. Если для березового леса характерны земляника, различные виды злаков и лобчаток, то для елового леса – кислица, черника и грушанки. Постепенно происходит смена березового леса еловым. Смена растительных сообществ может происходить как под действием естественных причин, так и в результате хозяйственной деятельности человека. Осушая болота, вырубая леса, распахивая степи или орошая пустынные земли, превращая их в сельскохозяйственные угодья, человека создает новые условия жизни для растений. В изменившихся условиях происходит смена видового состава растений. Итак, сегодня мы обсудили основные типы взаимодействий в растительном сообществе. А на следующем уроке мы начнем говорить о большой и важной теме – развитии растительного мира. Спасибо за внимание. До свидания.